Словарный запас молдавского президента выдает в нем человека, в принципе не способного облагородить свою речь. Если шутки Дадон крадет у Владимира Путина, то с терминами приходится определиться самостоятельно. Их немного. Элочка-людоедка вряд ли бы обзавидовалась. Что там у нашего всенародно избранного завалялось в пыльном чулане? Лакеи Газдепа, бумеранг, не играйте с огнем. И, конечно же, евроунионисты. Любимое слово президента. Спектр применения евроунионистов в последние годы постоянно расширялся. А после провальных выборов Дадон начал так называть всех оппонентов Владимира Плохотнюка. Во вторник в эфире НТВ Игорь Николаевич заявил, что Рената Усатый помог выиграть выборы евроунионисту Андрею Настасе. А значит, и сам он тоже евроунионист. Или, по крайней мере, носит евроунионистам снаряды. Кстати, еще один чугунно-литейный штамп из тех, которыми привык оперировать наш защитник семьи и православия. Он подает снаряды евроунионистам. Снаряды подает против социалистов. Есть ли смысл напоминать, что и выборы эти не были геополитическими? Иначе почему Дадон проиграл и в Бельцах? И Рената Усатый последние две недели молчал, словно нарочно никого на выборах не поддерживая. Пожалуй, те немногие, кто по какой-то причине еще верит Дадону, в любом случае этих напоминаний не оценят. А остальные, которых все больше, давно уже все поняли. Но один забавный фактик все же не вспомнить нельзя. О боже, кто это там бубнит в мегафон совсем рядом с евроунионистом Настаси? Неужели Дадон? Собственной персоной. В то совсем еще недалекое время он вместе с Рената Усатым и Андреем Настаси боролся против Владимира Плохотнюка. Но потом молдавский олигарх нагло и абсурдно поменял Конституцию прямо в Конституционном суде. В этом случае Дадона не смутило, что все судьи там граждане Румынии. И при помощи пяти своих телеканалов и двух дадоновских сделал Игоря Николаевича всенародно избранным президентом. Новый глава государства наплевал на своих бывших партнеров по оппозиции. Один из которых до сих пор жалеет, что призвал за него голосовать. Поменял вместе с Плохотнюком избирательную систему. Назначил людей олигарха-судьями, а секретаршу олигарха-послом в США. Поделил с олигархом сферы влияния в Молдова-Газ и в Наре. После чего гордо облачился в халат с эмблемой президент. Но понимать, почему, сделав все это, он проигрывает выборы, Дадон никак не желает. Вместо того, чтобы покаяться перед людьми, Игорь Николаевич называет евроунионистами тех, кто в отличие от него не предал борьбу и не пошел на сделку с совестью. Игорь с этими своими евроунионистами уже начинает вызывать тошноту у всех меняемых людей. Господин президент, ваш кандидат проиграл, потому что его поддержала такая продажная Плохотниковская шкура, как вы. Рената Усатый, кстати, вызвал этого президента на дуэль. Словесный, конечно. Если Дадон знает, что я в пункт Х, то он будет делать все, чтобы он был хотя бы в 10 километрах от меня, понимаете? Я по-настоящему усаду. Даже глазами. И я прошу вас, при возможности, Дадон же наверняка будет у вас умничать. Давайте один раз сядем с Дадоном, вот так поговорим. Ладно, Плохотник, кто-то никогда не выходил на телевидение. Случилось сие еще в понедельник в прямом эфире ТВ-8. А во вторник Дадон был у себя на НТВ. Но на вызов не ответил. Похоже, еще не успел спросить разрешения у Плохотнюка. Говорят, тот сейчас где-то за границей. Беседуют с лакеями Газдепа. Вернее, с кукловодами лакеев. С мировой закулисой, короче. В общем, Дадону с его универсальным набором штампов виднее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова